МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостей радиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Галина Васильевна Стрибкова. Она почти 40 лет отработала художником-постановщиком. На ее глазах менялось и развивалось телевидение. Галина Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Галина Васильевна, вы пришли на телевидение в 1967 году, практически в самом начале. Вы помните первое ощущение, впечатление от той работы, которую предстояло выполнить? Конечно, нет. Это вообще было новшество для меня, когда я пришла на телевидение, меня приняли на конкурсной основе, ну, показали цех художника, показали павильон. Это для меня было вообще новое все. А как именно вот вы пришли в профессию художника? Объявление увидела по телевидению, что требуется художник, как ученик художника. И я пошла туда. Помните свою первую работу, первое творение именно на телестудии? Первое, конечно, я не помню творения. Их было очень так много, запомнить трудно. Все. Все передачи, которые были здесь, в павильоне, вот в этом, все проходили живьем. Ну, надо понимать, что 1967 год – это еще черно-белое телевидение. И для наших зрителей наверняка будет интересно знать, как вообще выглядел фон студийный. Он был цветным все-таки, несмотря на то, что черно-белое телевидение? Ну, отчасти. Мы, конечно, не говорили, что только что черно-белое делали. Конечно, в цвете работали. Сами гуаши разные, туши разные у нас были. Делали задники, чтобы они даже для выступающих были красивые. Вот. А любой оттенок цвета дает, даже серый, он дает, если красный, он такой мягкий, там черный уже совсем, там фиолетовый, грубый такой. Ну, все оттенки. А по площади это были большие работы? Нет, небольшие были, поскольку студия была разделена на несколько частей. В одной стороне у нас новости были, в другой стороне, допустим, у нас были хакасские новости, затем у нас было место для передач. А вы помните, что вам доставляло, может быть, наибольшее удовольствие? Это какие-то художественные передачи, либо все-таки новостной такой строгий стиль? Ой, вы знаете, как много было раньше интересного. Во-первых, было очень много редакций, начиная и промышленный, и сельхоз, и детский, и молодежный, и музыкальный. Очень, очень география была большая, и можно было работать. Было где фантазии? Да, фантазии. Все люди у нас в основном такие работали, творческие. Вот вы уже сказали о тех людях, которые работали вместе с вами. Когда вы сюда пришли, здесь уже были мэтры, кто вас встречал, кто, может быть, вас напутствовал? Да, я начала работать под началом художника Владимира Павловича Бутанаева. Очень интересный творческий человек, под началом которого мне пришлось работать, и многое у него научиться. Вот вы действительно сказали, он сейчас известный художник, заслуженный. Тогда в его работах ощущалась уже кисть мастера, действительно, именитого? Ну, безусловно, он первый был художник телевидения, можно сказать. Он начал эти азы. Так что мы многому у него учились. И он был, как в основном художник, график, на черно-белом работал, ему это тоже было легко. Что-то сохранилось у вас, может быть, дома, или здесь, на студии, либо у знакомых? Ну, может, здесь, на студии, дома, куда это все, декорации же не понесу. Ну, фотографии есть, допустим, какие-то. Естественно, вам по работе довелось сотрудничать с известными маститами и режиссерами. Вот Тамара Исаевна Бронер. Да, Тамара Исаевна Бронер. Это, конечно, первый диктор телевидения. Красивая женщина, яркая, грамотная, умная. Она выучила очень много дикторов. Шоева Ирина, Иванова Клара Демьяновна работала, Коков Анатолий, Фертик Галина, Шушинач Владимир. Очень много дикторов. Они у нас были как бы звезды эфира. Также ваша работа была неразрывно связана с работой студийного оператора. Вот Александр Еремин долгое время проработал в студии. Как вам удавалось с ним сотрудничать? Вы знаете, вот с этими людьми, когда работал оператор и Еремин Александр, когда работал у нас Чаенков, когда работал Женя, вы понимаете, с ними было легко работать, потому что они отдавались этому творчеству. Они знали, как поставить картинку, какой кадр взять. Очень даже было с ними интересно работать. А вот как проходил процесс, может быть, создание, воплощение, идеи? То есть вы придумывали сами и отцепляли? Я как художник, я придумывала эскизы оформления. Потом мы их воплощали уже, что-то заказывали в столярный цех, делали декорации. Потом их рабочие, и я тоже все вместе, мы помогали, красили, разрисовывали. Ну, на каждую передачу что-то отдельное. Это не было у нас, что стабильно сделали и стояло. А раньше на каждую редакцию свое было оформление. А советовались с операторами? Ведь известно, что картинка в реальности и через объектив видеокамеры совершенно, ну, очень много отличий. Как-то обсуждали? Да, это обязательно. У нас был худсовет. Мы собирались, если большая какая-то у нас постановочная передача, мы обсуждали, сразу эскизы просматривали. Эскизы были не одни, в нескольких экземплярах делали. Мы выбирали лучшее. Каждый подсказывал, может, свою точку зрения. Галина Васильевна, за 40 лет на ваших глазах телевидение менялось просто колоссально. Какой из этапов, периодов вам, может быть, запомнился больше всего? Может быть, переход на цветное телевидение или, наоборот, технический прогресс, когда... Нет, конечно, прогресс только у вас сейчас появился, я вижу. У нас его не было. Вот, конечно, переход, когда на цвет. Тогда картинка, конечно, вот как сейчас. Вы посмотрите, как она играет. Вот это было интересно. Ну, сейчас вот живая, она движется, вот все. Ну, то было, конечно, все статично. Старались все равно сделать глубину кадра. И все-таки 40 лет, ведь это целая жизнь. Сейчас, оглядываясь назад, вы, может быть, жалеете о чем-то, что не удалось воплотить? Либо, наоборот, счастливы, что был такой этап? Нет, я как раз, мне кажется, попала в такую струю, в такую стихию свою, куда мне надо было. Вот я как рыба в воде. Мне было все интересно, мне все легко давалось. Ничего не боялись. Это все записи, монтаж. А раньше этого же не было. Да. Уникальные были люди. Люди были очень творческие. Да такие добросовестные, ответственные люди были. Карина Васильевна, вот нашей гостелерадиокомпании исполняется 55 лет, возраст солидный. Может быть, напоследок что-то пожелаете от ветерана, который действительно всю жизнь проработал здесь? Конечно, я желаю процветать вам, чтобы у вас настроение было хорошее, праздничное, чтобы у вас все всегда получалось. Спасибо вам. Чтобы все было на высшем уровне. Спасибо вам. Сегодня с Галиной Васильевной Стрибковой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления, телевидения Хакассии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения Хакассии. Таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова